Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Андрей Горгуленко и ему коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Число заболевших коронавирусом снижается. Как это отражается на работе медиков? Репортаж со станции Самарской скорой помощи. Расчистка крыш многоквартирных домов. Приоритетная задача на ближайшие дни. Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко провел совещание с руководителями управляющих компаний. Российские власти планируют заморозить цены на сахар и подсолнечное масло. А вот стоимость бензина может вырасти на 14%. Об этом подробнее в рубрике «Новости экономики». Они наблюдают за погодой 24 на 7. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают метеорологи. Самарские спортсмены готовятся к гимнастраде. Это новые российские соревнования, которые пройдут в три этапа. За сутки в Самарской области зарегистрировали 200 заболевших коронавирусной инфекцией. В регионе наметилось устойчивое снижение заболеваемости. А значит, ограничительные меры, действующие в Самарской области, приносят свои плоды. Об этом говорили на оперштабе по предупреждению распространения коронавируса. Подробнее в сюжете. Впервые за весь период пандемии отмечается снижение заболеваемости коронавирусом во всех возрастных группах. Об этом на оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 рассказала руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова. Заболевших гриппом по-прежнему не зафиксировано. Такая картина наблюдается в области впервые за много лет. Как отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян, в больницах лечится порядка 3300 пациентов. Те, кто проходит лечение амбулаторно, обеспечены бесплатными лекарствами. Их запасов хватит более чем на месяц. Также сократили на 466 резервные койки, которые были у нас. И, соответственно, там возобновлена плановая работа по оказанию терапевтической помощи преимущественной. Продолжается вакцинация от коронавируса. В области работают 145 прививочных пунктов на базе 63 медучреждений. Суммарно в область поступило более 161 тысячи доз вакцины. На днях в медицинские учреждения распределили еще одну партию – 6600 доз отечественного препарата гам-ковид-вак. В ближайшие две недели ожидаются новые поставки. Глава региона Дмитрий Азаров подчеркнул, что поступающие партии вакцины нужно использовать по максимуму, сохраняя небольшой неснижаемый запас. У нас вот уверенность есть, что в течение пяти дней обещают, поэтому активнее используйте вот эти вакцины. Когда чувствуем уверенность, что у нас расписаны это пяти дней и пять-семь дней, четко нам коллеги дают в федерации, значит, давайте мы не снижаемый остаток вы определите, но, наверное, там 3-4 тысячи вполне достаточно, 11 тысячи избыточные запасы. Участники оперштаба отметили эффективность ограничительных мер на территории области и решили продлить запрет на нахождение несовершеннолетних в торговых центрах без сопровождения взрослых. А относительно самоизоляции граждан в возрасте старше 65-ти ввести рекомендательный характер. Виктория Шарая, События. В Самарской области продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Привиты уже более 150 тысяч жителей региона. Из них 100 тысяч завершили вакцинацию, то есть получили два компонента препарата. Мария Левина расскажет подробнее. Лариса Сычева получила второй компонент вакцины. Первая прививка была сделана три недели назад. Рассказывает, сначала почувствовала легкую тяжесть в мышцах. Но уже на следующий день самочувствие вернулось в норму. Сейчас готовится сдавать анализ на антитела. Я понимаю актуальность проблемы, потому что я знаю людей, которые переболели коронавирусной инфекцией. Это очень тяжелая форма болезни. Только в одной городской поликлинике на сегодняшний день вакцинировали более 4,5 тысяч человек. Из них около 3 тысяч человек получили обе части вакцины. Прививочный кабинет работает в две смены. Пройти вакцинацию можно с 8 утра до 7 вечера. Пациенты приходят в больницу по предварительной записи, что позволяет избежать скопления людей в коридорах. За это время не наблюдалось каких-то случаев поствакцинальных осложнений, аллергических реакций и так далее, что говорит о высокой степени безопасности вакцины «Спутник ВИП». На сегодняшний день никаких проблем с вакциной нет. Поставки осуществляются регулярно. Записаться на прививку можно, позвонив в свою районную поликлинику по номеру горячей линии 122, либо на сайте госуслуг. Вакцинация проходит бесплатно и добровольно. Мария Левина, События. Шестичасовая работа в защитном костюме для врачей скорой помощи осталась в прошлом. Теперь, когда цифры заболевших коронавирусом пошли на убыль, есть возможность сделать передышку. Хотя в Самаре по-прежнему работают 65 бригад. Напомним, их число увеличилось еще осенью, в разгар пандемии. О том, как сейчас организована работа врачей скорой помощи, расскажут наши корреспонденты. Наталья Баширова работает в бригаде скорой помощи уже 16 лет. Но в таком напряженном ритме, как в период пандемии, до этого не приходилось трудиться ни разу. Рассказывает, почти каждый вызов, когда человек жалуется на кашель и температуру, это подозрение на коронавирус. А значит, постоянно приходится носить защитный костюм. Сейчас количество заболевших коронавирусом снижается, что отражается и на нагрузке врачей скорой помощи. Изменилась маршрутизация. Для нас это было достаточно необычно. На первое время по ковидным стационарам тоже были некоторые накладки. Мы достаточно быстро все втянулись, достаточно быстро работу наладили. То есть, информация у меня смогла в течение часа. Какой стационар мы везем, по тяжести, по сопутствующим заболеваниям. Все было достаточно для нас необычно, ново. Все привыкли, все втянулись. Осенью прошлого года возникла потребность в увеличении бригад скорой помощи. На ситуацию немедленно отреагировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Их число увеличилось на 20 экипажей. Поступают на службу в скорую и новые авто. За три года парк автомобилей полностью обновился. Сейчас дефицита автотранспорта на Самарской станции скорой медицинской помощи нет. Вызовав ежедневно, в общем исчислении около 1000-1100 обслуженных, обращений около 3000. Можно по телефону проконсультировать, все прекрасно сейчас понимают. Кадровый дефицит есть везде и практически везде. У нас он тоже имеется, но мы над этим работаем. Сейчас две группы фельдшеров к нам зашли досрочно. Я благодарен ребяту и Коле Жулябинскому. То есть 22 человека мы взяли. Вот это вот действительно золото. Это то, что нам необходимо. Облегчить работу медиков в условиях пандемии может каждый. Для этого нужно сделать прививку от коронавируса. Записаться на нее можно по телефону горячей линии 122 или через сайт госуслуг. Мария Леевна, Никита Колосов, Григорий Плешаков. События. Около 5000 самарских школьников отдохнут в этом году в оздоровительных лагерях. Об этом сообщили в мэрии на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. К открытию уже готовят 9 оздоровительных комплексов. В течение лета они примут 48 смен продолжительностью в 2 и 3 недели. О чем еще говорили на расширенном заседании в администрации города, узнала Ольга Павлова и готова поделиться подробностями. Солнце, воздух, вода и долгожданная путевка в лагерь. По утверждению родителей уже в начале четвертой учебной четверти об этом мечтает каждый второй ребенок. В этом году в своей двери для детей откроют 9 оздоровительных комплексов города для 5000 самарских школьников. В течение лета они примут 48 смен продолжительностью в 2 и 3 недели. Мы всегда рады принимать ребят именно в загородных лагерях, чтобы они могли побывать на свежем воздухе, отвлечься от городской инфраструктуры, почувствовать себя, так сказать, наедине с природой. Я думаю, будет интересно, увлекательно и познавательно. Чтобы детский отдых проходил безопасно, по требованию регионального Роспотребнадзора территории лагерей обработают антисептиками. Для сотрудников закупят маски и перчатки, а также обяжут сделать ПЦР-тест на COVID-19. Кроме того, проверят противопожарную безопасность и исполнение всех предписаний надзорных органов. У детей и студентов, которые по тем или иным причинам на летних каникулах останутся дома, появится возможность временно трудоустроиться. Решением этого вопроса, помимо профильного департамента, займется Федерация профсоюзов Самарской области. Нам кажется, очень хороший способ профориентации, в первую очередь, молодежи, возможность их занять в летний каникулярный режим. И в том числе сделать определенную прививку работы, понять, что за достойную работу можно получать хорошую заработную плату. Трудоустроиться летом, а самое главное – выбрать занятия по душе. Школьникам и студентам помогают ежегодные открытые уроки, которые проводятся Министерством просвещения России и поддерживаются администрацией Самары. Только в прошлом году в них приняли участие почти 54 тысячи человек. Открытые уроки вели представители крупнейших компаний и вузов России. Они знакомили ребят с ключевыми отраслями экономического развития страны, проектами крупных российских компаний и различными, порой необычными и интересными профессиями. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Задача расчистки крыш многоквартирных домов от снега и наледи должна стать приоритетной на ближайшие дни. Такие акценты в работе управляющих организаций расставил первый заместитель главы города Владимир Василенко на еженедельном совещании. Также он потребовал не забывать о работах по расчистке отмостков жилых домов. Это предотвратит подтопление подвальных помещений в период таяния снега. Главное в работе служб благоустройства города – активно вести работу по очищению ливневок и открытию дождеприемников. Кроме того, Владимир Василенко обратил внимание ресурсных организаций на необходимость провести ревизию на наличие люков на своих колодцах. Нередко они оказываются открытыми, что небезопасно для здоровья горожан. Тем более, что за толщиной снега их не всегда видно. Усилить позицию сейчас по поводу открытых люков. Точно понимаю, в данной ситуации первая позиция. Там, где есть сворованные люки, везде должна быть бумага уйти в УВД города, что есть воровство. В Самаре от льда и снега очищают дождеприемники. Работа близится к завершению. На сегодняшний день очищены 85% городских ливнестоков. Особое внимание тем, что расположены в низинах. Ольга Хамракулова расскажет подробнее. Лед тронулся, поэтому в Самаре полным ходом идет очистка дождеприемников от снега. Это нужно, чтобы обеспечить прохождение талых вод. Объем работы у коммунальщиков немалый. Протяженность городских сетей дождевой канализации превышает 390 километров. Поэтому все работы стараются синхронизировать с расчисткой внутриквартальных дорог. Для очистки внутриквартальных территорий от снега и наледей, приладковой части дорог были разосланы обращения в предприятии отрасли благоустройства, в администрации районов для оперативного взаимодействия с ТСЖ и управляющими компаниями. Это, например, перекресток братьев Коростелевых и переулка Тургенева. Место низинное, поэтому здесь расположен целый каскад дождеприемников длиной более 3 метров и глубиной 1,40 метра. Каждый ливнесток открывают, обдают горячей водой, очищают от снега, льда и шуги. Почему усилены? Допустим, если поставить одну решетку, то вода может не успеть уйти и будет скапливаться. Поэтому ставится вот здесь 4. На этих 4 где-то минут 40. В зависимости от того, какой лед. Допустим, вот в эту зиму снег, вот теперь морозы. То есть лед там более плотный. Чтобы быстро и точно определить под толщей льда наличие дождеприемных решеток и, следовательно, приступить к работам на местности максимально оперативно, рабочие используют металлодетектор. Уже сейчас очищены 85% городских дождеприемников, находящихся в низинах. Завершить работы в таких локациях планируют до 25 марта. Кроме того, ведется наблюдение за состоянием водовыпусков. Силами профильного муниципального предприятия уже проведены работы по очистке от мусора и углублению оврагов в районе пяти выпусков дождевой канализации. Ольга Хомракулова, Сергей Баскин. События. Наш эфир продолжит новости экономики. Виктория Шарая уже в студии. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Что нового сегодня в экономике? Стоимость бензина в России при самом худшем сценарии может вырасти на 14%. А вот цены на сахар и подсолнечное масло российские власти планируют заморозить. Но сначала о курсах валют. Курс доллара на 24 марта 75 рублей 35 копеек. Евро 89 рублей 76 копеек. Нефть марки Brent торгуется на отметке 62 доллара 2 цента за баррель. Стоимость бензина в России при самом худшем сценарии может вырасти на 14%, предсказывают экономисты. Об этом говорится в письме независимого топливного союза, который направлен на премьер-министру Михаилу Мишустину. В нем говорится, что по данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, цены на бензин с 1 декабря прошлого года до 17 марта текущего выросли более чем на 18,5%. НТС указал, что обычно в этот период биржевая стоимость топлива падала, что позволяло закупать достаточные объемы в преддверии высокого весенне-летнего сезона независимым автомобильным заправочным станциям, а также транспортным и сельхозкомпаниям. Это обеспечивало относительно низкие темпы роста цен. Российские власти подтвердили продление заморозки цен на сахар и подсолнечное масло. На сахар она будет действовать два месяца, на масло до октября. Параллельно Кабмин предложил меры поддержки бизнеса, включая субсидирование. Экономисты уверены, принятые ранее меры по сдерживанию цен доказали эффективность. В целях дальнейшего сохранения розничных цен на приемлемом для граждан уровне принято решение поручить ФАС, Минсельхозу и Минпромпторгу провести оперативные консультации с бизнесом с целью продления соглашения о снижении и поддержании цен. Так, один килограмм сахара будет стоить 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей. Один литр масла будет стоить 95 и 110 рублей соответственно. Число самозанятых граждан в России, которые зарегистрировались в качестве плательщиков налога на профессиональный доход, достигло двух миллионов человек. Об этом сообщает глава ФНС России Данила Егорова. Два миллиона самозанятых – это то, на что власти надеялись, но чего не ожидали. Россияне зарегистрировали доход на 327 миллиардов рублей. В день в качестве выручки отражается более 1 миллиарда рублей. И в итоге к сегодняшнему дню уплачено уже более 8 миллиардов рублей налога на профессиональный доход. При этом, по словам главы ФНС, в качестве самозанятых зарегистрировались около 25 тысяч несовершеннолетних. В режиме самозанятых работают 60% мужчин и 40% женщин. Профессии разные. Мужчины чаще всего работают таксистами и на стройке, а женщины – нянями детей и косметологами. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. В Самаре вырос спрос на покупку готового бизнеса. Приобретение дела сразу с персоналом, помещением и наработанными клиентами, по оценке экспертов, входит в топ сберегательных инвестиций граждан. На что нужно обратить внимание, чтобы покупка бизнеса не стала головной болью, расскажет Ольга Хомракулова. В топе продаж самарского готового бизнеса – магазины. Их можно приобрести по цене от 350 тысяч рублей, например, за точку в торговом центре, до 80 миллионов рублей за сеть вендинговых автоматов. Много предложений и по производству. Так, за 690 тысяч рублей можно купить готовое дело по изготовлению столешниц, а за 400 миллионов – крупный хлебозавод. Вопреки общероссийской тенденции, в Самаре предприятия по обслуживанию автомобилей продаются не так часто. Однако ценовой разбег предложений на автомойки, сервисы и шиномонтажи выше, чем в среднем по России. Для сравнения, в Уфе автомойку в аренде можно приобрести за 350 тысяч рублей, в Калининграде – за 550 тысяч. В Самаре же цена предложений на аналогичный сегмент начинается от 600 тысяч рублей. До 70% сделок – это бизнес стоимостью до 3 миллионов рублей. Небольшой мелкий бизнес, который люди могут себе позволить, и уровень чистой прибыли от этого бизнеса для них будет вполне приемлем и интересен. Если речь идет о предприятии, где штат порядка 100 человек, где крупные обороты, серьезные клиенты и поставщики, то открытый рынок этой сделки просто-напросто не увидит. В другой ценовой нише расположились франшизы. Покупка на бизнес-модель в Самаре обойдется от 600 тысяч до 2 миллионов рублей. При этом нужно ежемесячно выплачивать роялти – так называемую плату за пользование брендом. Она составляет от 3 до 16% прибыли. В Самаре своего покупателя чаще находят франшизы стоимостью до 3 миллионов. Примерно в таком же ценовом разбеге граждан привлекают и инвестиции в готовый бизнес под проценты. Схемы разные. Бывает, что и путем займа такой вариант. Люди входят на время, и через это время получают денежные средства с процентов. Процент определенно доходит от 12 до 36% годовых в зависимости от рисков. Бывает, что люди входят деньгами, как партнеры, берут за вход долю бизнеса и становятся как партнерами. Здесь очень важно четко распределить о роли обязанности, что либо ты инвестор пассивный, либо ты инвестор активный, что помимо денег кто-то еще дашь. Однако в большинстве случаев покупка готового бизнеса от юридических проволочек с открытием собственного ИП не избавит. А вся остальная работа будет строиться преимущественно на договоренностях по передаче полномочий или перезаключении контрактов. Потому, переписывая на себя готовый бизнес, важно быть предельно аккуратным. Риски, которые связаны с покупкой бизнеса, вот сейчас, не про франшизный бизнес говорю, они тоже серьезные. Это и налоговые риски, которые могут возникать, и бухгалтерская отчетность, и налоговая отчетность, и юридические аспекты, связанные с возможными претензиями учредителей, акционеров, партнеров. Можно приобрести готовый бизнес и в кредит. Правда, само дело порог и в банке являться не может. Потому клиент должен оформить залог в виде покупаемого имущества. Ольга Хомракулова, Николай Сидоров. События. Они наблюдают за температурой воздуха и силой ветра в режиме 24 на 7. И точно знают, что у природы нет плохой погоды. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают метеорологи. В арсенале синоптиков есть все необходимые технологии и методики для проведения точных исследований. Как делают прогнозы, узнала мэрия Елчан. Все осадки собираем вот в такое ведро, пластиковое. Потом выливаем в бутылочку и относим в лабораторию. Определяется на кислотность осадков. Как правило, у нас в Самаре все нормально с кислотностью. Рабочий день Михаила Давыдова начинается с осмотра всех приборов на метеорологической площадке. Здесь синоптики наблюдают за погодой, поэтому исправная техника очень важна. Михаил – начальник объединенной гидрометеостанции «Самара». Под его руководством трудятся 9 человек. Он метеоролог с 45-летним стажем. На метеоплощадке измеряют высоту снежного покрова, температуру воздуха и почвы, уровень радиации, продолжительность солнечного сияния, количество выпавших за сутки осадков, скорость и направление ветра. Для каждого показателя свои приборы. Все они расположены так, чтобы не оказывать влияние на показания друг друга. Два самых важных прибора находятся в психрометрической будке. Это главный термометр губернии и гигрометр. Не уступает им важности и осадкомер Третьякова. Его метеорологи используют для замеров круглый год. Тут стоит обычное ведро, оцинкованное. И вот этим ведром мы определяем, сколько выпало осадков в Самаре. Вот сюда попадает или зимует снег, или летом дождь. И мы в носик выливаем осадки, но снег, естественно, растапливаем, и определяем в миллиметрах, сколько выпало осадков. Очень точно. В 63-м регионе 12 метеостанций. На всех круглые сутки работают специалисты, чтобы точно прогнозировать погоду. По словам синоптиков, полное таяние снега в Самаре ожидается в середине апреля. Мэри Елчан, Николай Сидоров, События. Самарские спортсмены готовятся к гимнастраде. Это новые всероссийские соревнования, которые проводятся в три этапа. Сначала команды из 10 человек снимают видеопрезентацию своего выступления. Финалисты очно выявляют победителей регионов. И уже потом определяется чемпион страны. О новых соревнованиях подробно расскажет наш корреспондент. Анастасия Блинова и Анастасия Мешкова – подруги и однокурсницы. Учатся в Самарском университете культуры. Этот номер репетируют уже не первый год. Выступали с ним на отчетном концерте вуза. Теперь планируют показать эту композицию на Всероссийском фестивале гимнастических видов спорта и танца «Гимнастрада». Но чтобы оказаться в финале, нужно сначала пройти ситоотбора. И первый этап – записать видеоролик своего выступления. Готовили мы его усердно, кропотливо. Каждый принес свой вклад в этот номер. Поначалу, конечно же, это все сложно, но это техника, это все нарабатывается. Постоянные ежедневные тренировки, усилия, вклад эмоциональный, физический. Решил себя испытать в новых соревнованиях и коллектив народного танца «Волжские узоры». Ребята говорят, в каждом регионе одни и те же танцы исполняют по-разному. И планируют покорить жюри самарским колоритом. Русский танец делится на регионы и на области. То есть есть областные и региональные особенности, которые люди, занимающиеся русским танцем, сразу же увидят. У нас есть своя специфика «Волжская», которые представлены в этой композиции. Второй этап соревнований. Очные лучшие танцевальные и спортивные коллективы Самарской области разыграют путевку на всероссийский финал, который пройдет в Москве в середине июня. Чемпионы определятся в трех номинациях. Общая гимнастика, гимнастические виды спорта и танцевальный марафон. Я думаю, что у нас в Институте культуры хореография на очень высоком уровне. Нам не будет стыдно за наши коллективы, которые с радостью примут участие в региональном этапе, а если повезет, то и в федеральном тоже. Для наших хореографов это, конечно, в чем-то и новый опыт. Почему бы и нет? Ведь и танец, и гимнастика пропагандируют здоровый образ жизни и отношение к физической культуре, к спорту. Решение о том, что Самарская область будет участвовать в новом всероссийском турнире гимнастрада, принял губернатор Дмитрий Азаров на встрече с президентом Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ириной Винер-Усмановой. Ее Международная академия спорта проводит эти соревнования в рамках нацпроекта «Демография», инициатором которого является президент России Владимир Путин. Уникальность проекта заключается в том, что попробовать свои силы может любая команда, как любительская, так и профессиональная, а возраст участников вообще впечатляет от 5 до 28 лет. Сергей Кизоркин, События. Телеканал «Самара ГИС» впервые вошел в топ-20 самых цитируемых региональных СМИ за год. Такие данные за период с 1 января по 31 декабря 2020 года опубликовала федеральная исследовательская компания «Медиалогия». Основой для построения рейтинга стал индекс цитируемости, который построен на основе базы СМИ, включающей более 61 тысячи источников – ТВ, радио, информационные агентства и интернет-СМИ. На этом наш выпуск завершен. Заходите также на наш сайт «Самара ГИС», подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Будьте здоровы! Всего вам самого доброго! Продолжение следует...